всем привет начинаем вебинар отношения этот вебинар сделан так чтобы вскрыть ключевые моменты назовем так которые вызывают недопонимание в отношениях и создает неприятности в жизни здесь не будет банальностей я надеюсь что очень серьезно помогу пересмотреть многим где и как в чем они находятся итак поехали я думаю что вебинар будет интересен не только у кого нет отношений но те кто уже в отношениях и мужчинам и женщин первое что хочу на что хочу обратить внимание что закон притяжения работает для всех одинаково идея смотрите идея в чем что земля крутится вокруг солнца хотя отсюда кажется что наоборот солнце вокруг земли и в отношениях акценты обычно расставляются так что есть какой-то сторонний человек и нужно с ним что-то делать вот с ним для того чтобы у тебя поменялось у тебя лично изменились отношения так вот основе этого вебинара закон притяжения он всегда работает одинаково не бывает особых случаев когда вокруг вас крутилась солнце точнее так вокруг солнца крутила земля потом наоборот или что у вас такой особый случай что солнце встало вдруг на востоке я на этом настаиваю и сейчас будем разбирать внимательно с точки зрения закона притяжения иными словами как действительно на вибрационном уровне выстраиваются те или иные связи начинаем в отношениях люди привыкли оперировать незаметно но такими во многих аспектах жизни такими вещами как удачи то есть я привлеку кого-то там сижу сижу потом бац удача улыбнулась пришло или нужно сделать какой-то набор действий пойти не знаю там на дискотеку чтобы кого-то встретить или гулять по улице чтобы кого-то встретить удачи вот этого нет ни в чем не в природе то есть солнце стабильно восходит на востоке это абсолютно точно оттуда востоке называется что там солнце понимается земля крутится вокруг солнца здесь все очень мы сейчас разбираем что очень все предсказуемо четко ясно выстроены на западе солнце западает поехали даю разминку таким образом я хочу сказать что любые отношения которые у вас есть которые у вас могут быть которыми вы стремитесь они либо вы ими управляете и тогда если вы хотите это делать вы опираетесь на безупречное сочетание вибрации и вы можете полностью управлять этими отношениями либо вы ждете удачу ждете там правильное стечение когда там звезды сойдутся или рассказываете о своем особым случае противоречия базовым законам раз мы с этим уже разобрались и что это означает это означает что люди которые не соответствуют вашему вибрационному состоянию никогда не попадаются к вам на глаза если они и попадаются они все равно пройдут мимо вас это очень важный вводный момент либо вы это понимаете либо по-прежнему играетесь в игру в которой что-то происходит случайно и теперь мы будем разбирать каким образом складываются эти вибрации каким образом то ли но и обстоятельства возникает жизнь теперь момент который я хочу рассказать что в отношениях вообще у людей условно говоря есть такие роли дети родители воспитатели воодушевители хранители сотворцы смотрите чем речь идет роль дети родители всем понятно да то есть человек пришел в мир вы пришли в этот мир вы пригласили другого человека ребенка вы свою родительскую функцию на данном этапе выполнили или свою как вы рождаетесь детскую функцию выполнили воспитатели у нас когда мы рождаемся не факт что это родители не факт что только родители это там дедушки всякие бабушки тети дяди братья сестры иногда старшие воспитатели буквально которая там садиках в школах общем те кто нас наставляют идея вот в чем при рождении мы имеем импульс мы заранее планируем что вот эти люди когда мы родимся нас родят эти же люди или плюс еще кто-то будут закладывать то что мы хотим реализовать то есть как бы сознание приходит назовем так как чистый лист но воспитание не случайно воспитатели запланированные запрограммированы они дают вот то направление которое дальше будет нас создавать это можно сказать врожденные функции чтобы с вами не случилось детстве потом у нас идут так называемые ну я здесь назвал как воодушевитель люди которые на определенном начальном этапе времени изначально они как бы зашиты они воодушевляют нас на какие-то направления допустим это может быть вы услышали музыку в детстве или увидели как кто-то играет и вам захотелось играть там вы увидели какое-то событие которым назовем так то что послужило импульсом вы могли это забыть потом но нам было импульсом который потом двигала выборе вообще направление по жизни то есть представьте себе что вот если вы прямо сейчас планируете рождение на как вы планируете так я хочу родиться вот в этом месте затем мне нужно чтобы меня заложили вот какие-то базовые принципы и затем мне подтолкнули к примеру ну я уже сказал там там заниматься музыкой а там или там петь или там любить рыбалку в конце концов да то есть вот то что нас воодушевляет при этом я хочу заметить что в воодушевителей так условное название они они могут быть и позже и они могут выступать они вас могут бить а могут и любить я вот взял одну фотографию для примера иллюстрацию просто чтобы сказать в одном лице о чем речь о том что в вас к примеру вы парень и в детстве какой-то хулиган вас там побил отобрал вашу какую-то любимую игрушку и он вас воодушевил на то чтобы вы там пошли допустим секцию это борьбы карате бокса и начинали заниматься физическим телом потом и к примеру вообще перешли на не знаю там спортивные сани но вы уже привыкли что вы всегда в тонусе то есть но направили на физическое развитие какой-то другой сейчас в плане негативных событий как бы какой-то другой воодушевитель мог вас воодушевить на то что у вас к вам там говорили что вы дурак у вас воодушевили на то чтобы вас вы занимались каким-то интеллектуальными вопросами кто-то там опять же вас гнобил говорил что вы там бедные несчастные и так далее воодушевил стать миллиардером то есть вот эти вот моменты они закладываются очень сильно в начале жизни и слово воодушевитель да может быть и красиво оно вами заложено но события могут быть негативные здесь я хочу сказать вот что очень часто в каких-то вещах когда про отношения про там психологические аспекты давайте копаться искать обиды детстве вот не очень это позитивные или скажем блага благоприятная вот эти поиски потому что на самом деле не все обиды являются как обидами просто не так нужно было воспринимать точнее так не так сейчас этому вы можете воспринимать как тогда вам достаточно сейчас понимать что все что с вами было назовем так плохого было выстроено в так или иначе вами же для того чтобы вас направить если вы это сейчас можете понимать вам тогда не нужно ничего раскапывать вы уже сейчас готовы создавать то что вам нужно дальше ну да и сейчас про негатив сказал то же самое что и позитивно естественно могли воодушевлять на что-то говорит смотри ты такой способный ты можешь что можешь больше 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 и вас это как бы далеко-далеко толкнуло некоторые назовем так великие люди да им в детстве что-то нагадали там просто ворожка им встретилась там и сообщила какой-то там ты будешь там велик и он подсела ребенку это в голову и он и он даже не сомневался что он будет великий он там пер на пролом со стороны это выглядело как что-то странное а у человека просто это внутри базово сидит он не чувствует страха он воодушевлен так что это вопрос да зачем я захотелось чтобы не вложили шаблон от которых я хочу избавиться нет дело в том что не вам сейчас может казаться что было плохо вот эти шаблоны вам помешали на самом деле они вас развернули куда должны были развернуть но то что они вас развернули это с вами произошло вы на это не можете не обращать внимание а то что человек был плохой вы можете это в себе носить вот я об этом говорю что посмотрите на то что ничего плохого не было все было вами задумано как самое наилучше это просто сегодняшнее отношение может быть искажено дальше хранители тут вообще самое интересное хранители являются людьми если хотите ангелами которые могут перед вами возникать то есть вы можете встретить кого-то кто вас убережет он даже не является человек хотя вы будете думать что это случайно прохожие это может быть человек но его вибрации так развернуты и теперь смотрите кто-то вам я взял две картинки опять-таки я хочу на негатив здесь обращать внимание просто в контексте чтобы вы по-другому смотреть кто-то вам сделал какую-то пакость на самом деле вас уберег там залил залита кофе да вас уберег от каких-то там письменных дел отвлек позвонил вы вы психуете то он не отвлекает он не дает на самом деле вас сейчас уберегли от каких-то действий вас подрезала машина вы психуете да на самом деле вас уберегли от аварии вас где-то задержали вы опоздали на поезд вы не поехали в то что вам не надо вот функции хранителей то же самое не прозрачные как воодушевители если вы это понимаете осознаете это это не то чтобы найти так вот где-то вверху там есть список такой ты будешь хранителем ты там это вибрационный закон вас связывает с этими людьми ваше внутреннее намерение быть к примеру безопасности активирует эти связи и ваша есть вам что называется посылает вот этих вот хранителей данном случае чтобы развернуть вас от того куда вы не пройдете здесь я на по моему на высоких вибрациях рассказывал иди это в чем всегда если вы говорите как он плохой он не то сделал там там сволочь меня подрезал так далее вы сейчас не посмотрели куда вас направили вы посмотрели на указатель который вас развернул я об этом говорил раньше я сейчас просто хочу это связать с тем что не все однозначно точнее так все вселенной все всегда хорошо если вы это улавливаете вы увидите хранители на каждом шагу то что будет казаться неприятностью на самом деле за ней всегда есть хранитель за каждой неприятности и подчеркиваю теперь теперь переходим к теме любви и я имею до отношений на чем построена как это выстраивается да и в разные здесь написали моменты жизни мы можем сами быть для кого-то и хранителями и воодушевитель и так смотрите на вебинаре любовь я рассказывал что вы всегда источник любви и общем подробно рассказывал процесс поэтому здесь я не буду это на этом уделять этому внимание зато я хочу сказать что вот этот набор хранители троллевали да я не сказал еще про сотворцов давайте сейчас в этот момент так вот сотворцами являются люди с которыми мы связываем отношения я сейчас ухожу сознательно от темы там половинка четвертинка 1 сотая сотворцы люди с которым у нас те или иные отношения с которым мы проводим назовем так время на одном этапе это наши родители позже там братья сестры да прозже позже к нам заходят допустим мужья жены или там любовницы любовники то есть с кем мы творим то что вокруг нас кто разделяет наше видение с нами живет с нами делает общее дело являются с творцами что здесь я хочу сказать не слово знаете что он за нас творит мы за него творим мы без него не можем нет наши вибрации настолько совпадают что мы друг друга стимулируем на что-то допустим если это там семья да на там очень грубо идет к тому чтобы переехать куда-то ну так очень грубо да то в семье все согласны и так далее они быстро творят там переезд такое сотворение на бытовом примере сотворение ежедневного каждый день не будем брать глобальных там переездов ужин там постель и так далее это вот процесс который мы вместе создаем похожую но разную реальность но очень похожи для чего душа выбирать жестоких родителей которые бьют и не любят это отдельная тема но этих вопросов у нас слишком понятно потому что примером масса давайте так душа с родителями с родителями душ изначально договариваются будут они любить или не будут любить грубо говоря вы сидите за одним столом любите друг друга бесконечно и говорите я буду там ребенком а вы будете моими родителями вы меня не будете любить а я буду очень сильно страдать и вот вы прописали сценарий этот и вы зашли в этот сценарий и для чего вы это сделали нужно смотреть каждый конкретный сценарий но это всегда при рассмотрении любого конкретного сценария это очень прозрачно видно если вас именно этот вопрос интересует я всегда советовал майкла ньютона книги где он рассказывает как люди гипнотический транс погружение в прошлой жизни за пределы жизни как эти договоров происходит очень много интересных примеров там есть и в общем на этом остановимся с этой темы и так все вместе им дети родители воспитатели воодушевители хранители сотворцы закладывают в нас желание которое мы хотим реализовать жизнь сами желания то есть желание имеется в виду каким мы хотим быть каким мы хотим видеть отношения что мы хотим творить в итоге получать опять же раньше рассказывал о том что само желание производит процесс притяжения к себе то есть если есть желание значит она уже реально это событие вас к себе притягивает этот набор который вас заложили на старте он уже вас определил вы решили кто вы и дальше вопрос движения вот к этому следующее и вот я хочу объяснить так сказать сделать акцент на чем о том что люди смотрят на журналы на внешние обстоятельства вот почему я говорил изначально что когда мы с земли смотрим на солнце нам кажется что солнце двигать двигается вокруг нас вот это же логика когда человек смотрит на журнал на внешнее проявление на картинку он считает что внешний мир вот он такой то есть он человек полностью забывает о том что он создатель что он творец как это все происходит иначе и пытается манипулировать то есть но как бы вы ни манипулировали солнцем она все равно будет точнее земля будет вокруг солнца ходить то есть эта попытка заставить солнце крутится вокруг землю попытка манипулировать другими людьми причем эта вся манипуляция опираются на некие вот эти глянцевые картинки я здесь опять таки делаю акцент о том что на самой картинке там какой-то персонаж счастливый улыбается а потом в конце журнала статья о том какой несчастный сколько бы у него там не было красивых браков денег и так далее просто если вы занимаетесь манипуляцией в конце концов курсов по тому как манипулировать другими людьми миллиард смыслов них ровно столько сколько человека хватает на какой-то набор действий все одинаково то есть люди просто выдумывают как лучше якобы манипулировать на самом деле все равно они остаются своими вибрациями так или иначе мы сюда не будем идти пускай это кому надо занимайтесь манипуляциями сколько вам угодно я вам сейчас собственно показываю процесс как происходит изнутри и вам вообще не нужно влиять на солнце то есть вы здесь делаете там все меняется самое минимум энергозатратное действие поехали вопросы которые вот сейчас я вижу как изменить отношение бывшему партнеру и так далее еще что то дело в том что сейчас если вы вот следующие шаги просмотрите вы все ответы будете воспринимать не с точки зрения какие вам действия прилагать и как манипулировать а как вам себя развернуть теперь из того что я только что сказал вы должны а совершенно ясно понимать что ничего внезапно не происходит извне чтобы с вами не случилось как бы с вами не поступил или не поступает человек ничего внезапно если кто-то ждун он думает что что-то наладится что внешне по ним манипулирую и так далее на самом деле вот тогда для него это выглядит как что-то внезапно происходящее но это только сама позиция ждуна порождает ощущение внезапности и здесь я хочу вот осел тот кто осел еще дальше сказать что люди у которых якобы все хорошо у меня есть отношения все стабильно а потом о ее и как это почему это вдруг произошло почему он или она куда-то делался убежал так далее потому что речь идет о том что вы не раз и навсегда выстроили отношения а вы динамически меняетесь и другой человек динамически меняется если вы просто решили что хватит что я уже все сделал до свидания пора умирать процесс начинает дестабилизироваться если вы не в позиции ждуна а вы привыкли это не работа на самом деле с вибрациями это нормальное состояние вы просто привыкли понимать что происходит сегодня с вами ничего случайно никогда не может произойти в этом случае вы легко получаете точнее так создаете то что получаете то что вы создали поэтому а слов оставляем сзади и на эту же тему я хотел сказать что вот это вот идея внешнего мира она порождает саму идею что нужно удачно жениться и потом можно забыть или я имею ввиду удачно выйти замуж я думаю что здесь большинство присутствующих уже имеют какой-то опыт отношений понимают никогда не нет такого что удачно раз и все больше а потом ничего не делать что называется не бывает удачно неудачно бывают сегодня так завтра по-другому каждый день другая жизнь вот идея удачности опять-таки на из глянца исходит она очень сильно людей держит что мне нужно удачно это произвести если вы сегодня оперируете ничего мне надо из удачи теперь хочу по пунктам перечислить моменты на которые необходимо обратить внимание для того чтобы выстраивать отношения в семье в для того чтобы завести семью или скажем так исправить ситуацию если она дестабилизировалась пункт номер 1 другой человек не является источником любви вот ну вот это вот совсем очень я знаю тяжело заходит опять же вебинар любовь я проводил и многие на нем были потом все равно вопросы хоть и казалось бы там все в лоб расшифровано все равно это никак не заходит так вот даже в вашем особым случае не является другой человек источником любви в являетесь тем кто породил эту любовь она вот здесь возникает вы породили ощущение которые вы хотели вы породили ваше желание в общем-то сформировались они вас в эту стянут и все это от вас исходит дальше чуть-чуть к этому вернусь сейчас хочу сказать что если вы понимаете что вы изнутри создаете не только там отношения но в принципе само ощущение это ваше ощущение любви и вы фокусируетесь не на человеке а на личном ощущении вы активируете сегодняшнюю вибрацию с которой вас связывает сегодняшняя вибрация с другим человеком объясню еще так для тех кто далеко от темы если вы сегодня ощущение испытываете меня прекрасный день я создаю вот именно вот допустим с этим человеком по отношению к этому человеку вас носим вас налаженные отношения вы всегда будете то чтобы контролировать а воссоздавать вот это вот продолжать эти ощущения здесь я и сейчас говорю про те отношения которые уже сложен здесь всегда возникает знаете какой нюанс я стараюсь а он нет или она там нет если не надо его перевоспитать вот этот момент мне надо его перевоспитать возвращает нас к теме манипулировала манипулировала до него манипулируем думал мне не смогу этого говорить так вот если вы уходите от этой темы что вам нужно манипулировать другим человеком занимаетесь собой что вам нужно сегодня быть счастливым в принципе даже и не выругаетесь не не вы не войдете в конфликт не войдете в ссору потому что вы вот здесь вот изначально если у вас отношения и вам не нужно будет никогда вообще говорить о том что ваш партнер муж жена что-то не так делает он всегда будет делать так как надо как вы хотите если вы изначально вот здесь если вы знакомить хотите познакомиться и у вас нету это я раньше рассказывал никого кого вы ищете партнера опять же я это много раз рассказал поэтому сейчас бегло скажу что бессмысленно брать конкретного человека посылать ему вот эти флюиды там посылать можно контакт вы вы организуете но все равно вы не не его развернете а ему будете тычки давать определенные которая всегда будет дестабилизировать ситуацию то есть наиболее идеальный вариант вы не думаете о конкретном человеке вы представляете ощущения которые у вас возникают при от того что что у вас заложено что вам нравится объятия не знаю там ужин совместный там совместный отдых и так далее набор состояний каким образом вы живете каждый день вот это все активирует притяжение того кто соответствует этому набору конкретные вася или конкретная маша могут не соответствовать этому набору и вы можете сколько угодно на них там влиять и даже если они к вам придут то очень скоро выяснится что в наборе не содержится что допустим вы любите там океан или там пляж а он любит или она горнолыжный спорт вы любите там острое она любит там соленое и вот это это такие простые варианты но в любом случае это всегда вот так вот будет это когда люди заниматься манипулированием не обращая внимание на внутреннее состояние здесь всегда выстраивается если вы в сегодняшнем дне вот это вот я здесь какая у меня сейчас вибрация вы всегда адекватно контактируете с другим человеком и он будет к вам притягиваться я сейчас буду дальше рассказывать и вот курсы по как выйти замуж да я хочу все никак не доходят руки сделать для общей там не замуж выйти там для мужчин для женщин одинаково она и вот первый день не даже вот хочу может прямо из этого вебинара перезаписать первый день курс любви ощутите именно источником себя любви как она из вас изливается и чем больше вы будете ее изливать вот можете на любого вообще человека пробовать на всех людей просто любовь не не что он не должен не что от него хочу а просто любовь вы будете чувствовать как это растет 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 и вот для первого курса создание отношений необходимо осознать что именно из вас это идет ощущение вы тот кто этим управляет осознайте это на первом дне курса в либо просто осознайте это и всегда помните потому что это всегда будет вам помогать в любых отношениях в источник поехали дальше теперь когда мне говорят люди что я уже три дня ощущаю что я там посылаю любовь или представляю какого-то человека но не какого-то вот люди которые уже это пробовали самом деле знаете что происходит я я всегда в контексте вижу вот этот секундомеру человека перед глазами он как бы тикает человек как бы не изливают вот это вот любовь не старается быть в этом состоянии чтобы активировать соответственно к нему он смотрит сколько уже я это искать упражнение это сделал три минуты три секунды кого вы обманываете вообще если вы реально будете изливать хотя бы три дня любовь вас будет так штырить к вам будут что называется голуби садится на на плечи потому что от вас это исходит к вам люди тянутся если вы изливаете поэтому не задавайте вопросов сколько не нужно мне показывать ваши секундомеры как вы засекали время либо вас прет извините и на вас прямо все обращают внимание что вас прет либо вы не делаете то что о чем мы сейчас говорим вы делаете какую угодно практику только не то чем говорит забавный комментарий насчет надо быть святым чтобы держать такие вибрации постоянно да не надо быть святым на самом деле вам достаточно смотрите один день практики такой второй день практики третий день практики вы начинаете входить во вкус вот если вы пьете кофе но вам нравится вы начинаете пить каждый день зависим зависим вот изливать любовь становится такой же зависимость вот у вас начинается день и вы чувствуете вот что-то не так ах любовь из меня не ой хорошо наконец-то день начался нормально понимаете как это работает и через месяц два-три вы не представляете себя по-другому кроме как любить этот мир любить людей и так далее потому что вот она внутри вот вы это ночь а быть святым и тогда как бы вот голубь да там святой сел или не сел то сел он действительно какнул не какнул на голову святость так это не никогда не работает и тот же иисус христос которому условно говоря голубь пролетел он тоже пролетел же именно не не выбирал в толпе там мой не мой там это вибрации вибрации поехали дальше теперь исходя из того что мы только что говорили я хочу подчеркнуть ловушку показать ловушка г что такое г условно я ее сказать чтобы запомнить глянец не знаю что вы подумали так вот идея в чем что я уже только что говорил что вы не упражнение делать знаете всем дайте технику или вот там классная техника вот я знаю этого у него такая техника классная как вот там влюбить в себя вода техника вам никогда техника не заменит жизнь вы либо живете либо выполняете какие-то упражнения вот что понимаете вибрации вы не обманете техника в сторону забыли вы живете это в часть вашей жизни теперь исходя из этого хочу объяснить что относитесь к своим вибрациям как не к упражнению а к тому что действительно вам доставляют удовольствие теперь смотрите какая ловушка происходит человек действительно испытывает желание он к этому идет затем он обращает внимание на то кем он не является на тот же глянец ловушка глянец допустим видит картинку на которой самом деле из картинка да некий гомосексуалист отдел плавки его на озере кремом или там он походил солярий четыре часа вокруг него да и некая барышня вообще чужая там жена ли еще своей схеме свои интересы вот они сошлись четыре часа или 6 часов его плавки там или его этот фотографировал фотограф и выставлял это на глянец затем человек никто с из внешне посмотрел на эту картинку и горит о так вот как надо жить вот же люди наверное счастливы то есть ушел от своего внутреннего восприятия опять-таки среагировал на глянец на внешнюю картинку и в итоге получил дырку от бублика и находясь в состоянии которое назовем условно дырка от бублика он вопрошает где моя половинка так я хочу сказать сказать что у половинки смысле у дырки от бублика нет половинки это дырка половина от нуля равно ноль если вы ориентируетесь на внешний мир они на свое внутреннее состояние тогда ситуация превращается вот в это повторюсь но что внутреннее состояние является первичным я хочу это очередной раз подчеркнуть так здесь по ходу дела вижу при долго комментарий при долгой практике заливание счастья усталость и истощение сил почему дело в том что нам пишите со с ожиданиями не связано дело в том что я уже только что сказал что это не практика это состояние как такового состояние практики это состояние практики состояние жизни состоянии жизнь будьте честны с собой не может быть никакой усталости но я понимаю откуда берется здесь нюанс дело в том что если прямо сегодня сейчас кто-то смотрит из депрессии и ему вдруг бац и включить вот эту любовь практически невозможно потому что вибрационные частоты слишком далеки что это значит да диапазон радуга спектр слишком далек из одной крайности прыгнуть другой невозможно и поэтому если вы действительно из состояния негатива депрессии привычного состояния вот такого вдруг резко включили я любовь вот этот будет такой дисбаланс происходить к этому под желательно подходить постепенно просто привыкая к этому состоянию вот скорее всего то что вы имели ввиду от усталость но постепенно привыкая что такое постепенно как когда это становится нормой не упражнение о состоянии неприятному приятная продолжу приятно приятно продолжим неприятно значит уже где-то не туда ушел уже некие вибрации вот это когда приятно и вы учитесь продолжаться все с этим нормально происходит дальше поехали так по поводу это я сказал дальше следующий момент который на самом деле из вот этого глянца происходит идея я не буду говорить сейчас там есть половинка нету раньше говорил об этом так или иначе сейчас я хочу акцентировать вот что когда вы живете с какой-то внешней идеей половинка четвертинка не знаю что там еще там надумали в конце еще вот кое-что скажу на эту тему вы не не из этого исходить а из этого ум глянец внешний мир вам рассказывает что вы должны чувствовать вы перестаете реально чувствовать вот я должен чувствовать там троллевали чего-то и вот эти все истории понимаете эта картинка рама сита это не все ориентированы на на сражение они ориентированы он мой она моя все схватил жал все и буду держать оборону до последнего вибрационно если у вас здесь нету никакую оборону вы не выдержите если вы готовитесь к сражениям типа вот мы там соединимся и будем весь мир воевать а может он не хочет или она не хочет вот это вот идея любая внешняя идея что вместе там через 70 лет позже расскажу на это не сражайтесь прямо сегодня вы уже можете создавать кто-то сказал насчет того что что по поводу любви не все умеют любить что не важно самом деле все мы прекрасно умеем любить это наше самое естественное состояние мы просто рождены с ним и и опять же не хочу тоже повторять вебинар тоже любовь достаточно просто это проверить на себе как это работает процесс он тебя раскрывает этим становишься и мир меняется просто на глазах ладно так вот сейчас я хочу сказать вот что вторая ловушка которая она которая является ловушка n n не он он это не он это она это не она это самом деле вот это он не он это какое неоновое мерцание она растет именно из предыдущего тезиса что человек ориентирован на борьбу сражения схватить прижать так сказать зафиксировать не знаю там заковать и все цепи надежные все значит все у меня отношения налажены ну надежность цепи расписались там кольцо нацепили все надежно детей нарожала усыновили он брэд питт с этими джоли да нифига не надежно нету внутри до свидания так вот он не он это состояние изрожденное изначально из этого когда вы излучаете он не он она не она вот прямо сейчас я вот сижу и думаю не я а мы пришли на встречу а тот ли он или не тот ли он знаете что человек при этом излучает уже не любовь от него не изливается во все стороны и от него изливается все ли сложится потом но уж никак не вот это и вот это состояние он не он притягивает всегда таких же людей то есть вам на встречу приходит такой же он не он так же само на вас смотрит потому что вы выберете этим и он выберет и вы друг на друга смотрите он не он он не он и такие и вот это все бессмысленно но когда у вас уйдет вот эта сама идея он не он а останется идея мне сейчас хорошо либо нехорошо мне нравится не нравится и да с одним человеком вы можете прямо сегодня поговорить там не знаю до свидания сходите еще что то сегодня он вам будет нравиться завтра он может вам не нравится ну и что на самом деле возможно этот человек сегодня был просто воодушевителем для вас или хранителем не будем говорить там уже воодушевителем пускай будет для того чтобы вы поняли о блин такой классный там человек все тоже все хорошо я только сейчас могу понять что вот мне все таки в отношениях нужно в такой-то аспект но вы на вконтакте вы не занимались что вы его разбирали вот прямо у него вы в контакте с ним были вот самим собой дальше если у вас появилась мысль что что-то не устраивает вы просто уточнили наконец-то вы поняли все я думал или думала что вот этот человек правильный ему смысле там подходит мне по вибрациям но это были вчерашние мои вибрации где я чуть там тупила тупил этот человек не прояснил просто прояснил наконец-то в пелено аспала я понимаю теперь что мне надо спасибо до свидания но не когда вы сидите и прямо вот излучаете уже до свидания или еще посидим понимаете разницу подскажите можно встретить мужчину с каким буду встречаться даже за пару дней написал Андрей Андрей ну вы можете встретить мужчину с которым можете встречаться за пару дней я так понимаю вопрос следующий что наверное что от вас всегда кто-то рядом находится ладно я позже скажу что называется на расстоянии вытянутой руки кто действительно вам соответствует во многим случаям или часто вам нам необходим кто-то кто нам прояснит кто нам нужен больше то есть мы носились с идеей нам нужен женщина мне нужен высокий блондин там не знаю мускулистый там что там в нем еще не знаю такое это ну пускай будет с мерседесом допустим она пообщалась с таким человеком поняла блин да мне не блондин надо мне нужен там не знаю поэт или миллиардер пускай будет пофиг блондин он или брюнет или рыжий ну вот что-то другое то есть каждая встреча нам проясняют пока чем больше вы раскрываетесь тем меньше вам нужно прояснение тем плотнее к вам подступают тот кто действительно вам соответствует кстати на вопрос близнецовое пламя родственная душа существует ли они я уже много раз отвечал вы сами подумайте с точки зрения закона притяжения с точки зрения бытия насколько это адекватное вообще заявление как нечто созданное фиксированно при том что вибрации всегда меняется времени не существует хорошо теперь про неон я сказал да дело в том что если вы сейчас помните что прямо сейчас вас кто-то отражает прямо сейчас вы смотрите прямо сейчас отражает ваше состояние человека если вы сейчас включаете сомнения он не он вы прямо сейчас будете получать сомнительные от него или от нее аспекты вы сомневаетесь он вам больше повода для сомнений вы перестаете думать вы перестаете думать о том что что вам ожидать потом от этого человека думаете что вам сейчас вот тогда максимально включены вибрации а дальше нужно четко знать что хочешь по своим критериям и все будет знаете вот знание по критериям очень сомнительное дело ощущение что мне нравится вот это более адекватно потому что критерии очень обманчивы про блондина я уже сказал поехали теперь следующая ловушка которая косвенно говорил до этого удачный день знаете вот если вы знакомы с людьми или вам уже много лет где-то там под 70 допустим вы меня достаточно сразу поймете что в 20 лет все обычно нашим социумом заряжены что надо вот это вот удачно ну я сейчас в отношении говорю надо удачно склепать пару чтобы прожить вместе там в одном гробу чуть ли нас не похоронили и вот надо пахать над этим вот отношением чтобы это склепать ну здесь так бегло скажу в 30 лет уже не так сильно уже заботишься просто стараешься побольше кусок отхватить уже это те как раз критерии появляются в 40 лет уже идея что нужно успеть 50 лет уже сохранить нужно что-то там 60 начинаем уже использовать там бережем на потом но я вот что хочу сказать и только там где-то а ну кого как да там ближе что называется к 70 ну кто раньше вдруг прозрел слава богу ближе к 70 годам человек вдруг начинает понимать блин да ведь надо было каждый день ценить понимаете 20 лет плюс один день 20 лет плюс второй день 20 365 дней в 20 годах ну это 20 лет а потом в 21 году 365 дней а потом вам 22 года исполнилось еще 365 дней и вот когда вам 70 и вы оглядываетесь и в вашей памяти всплывает ой там у меня был там ой там был 5 эпизодов 6 12 12 сколько вот если вам калькулятора нету под рукой если взять 365 дней да умножить на 50 лет вот если говорить про 70 лет как просто современный такой сказать сегмент жизни такой привычный мы-то собираемся гораздо больше жить но вот умножим да эту цифру я сейчас так 300 да 300 на 50 до 15 тысяч так кажется уж простите если промахнулся то есть у вас должно быть к 70 годам примерно 15 тысяч вот таких вот событий и только тогда вы это все понимаете так вот почему не начинать сегодня а не идти к этому пониманию потом следующее то есть это понимание сейчас позволит вам прямо сейчас не только если вы хотите выстроить с кем-то отношения прямо сейчас позволит вам это сделать идеально вы никогда не будете разочарованы если у вас уже вы давно в отношениях вы можете понимать что пора бы каждый день теперь чтобы идеально прекрасно чем нам еще там 20 лет друг друга пинать а потом сидеть и вспоминать что же у нас было хорошего за последние десять лет нафига сегодня вы можете уже сделать следующий каждый день теперь это немножко не не в эту сторону но сколько мне это развлекает слово карма я отвечу а карма не верю но много лет навешивали и не так просто искоренить искоренить точка что в этой жизни убежала придется в следующей с ним встретиться если вы поймете что такое бытие а это абсолютно это не теория это даже простая квантовая понять простую квантовую физику тоже непросто ну ладно времени не существует когда вы оперируете понятием кармы вы оперируете понятием времени а времени не может существовать ни по каким абсолютно ни по физическим законам ни тем более ну тем более в реальности его нету если вы это понимаете тогда карма для вас чем является всего-навсего идеей того что вы прямо сейчас накопили и что вы прямо сейчас реализовываете никто вас никогда не заставит делать то чего вы не хотите другое дело что вы допустим принимаете решение на основании пятнадцати последних жизней что вы таки научились жить каждым днем иными словами быть в контакте со своими истями быть счастливым вы говорите нет вот в этой жизни я точно это сделаю и заходите сюда потом называете что это вас заставил это сделать вы сами это себе придумали сами хотите добить эту тему все эта тема кармы на этом полностью исчерпана хотя можно сделать вебинарное ну поиздеваться на вообще это смешная тема на самом деле и насчет даже я сейчас закончу дело в том что карма если я сделаю потом вебинар карма которую вы сейчас слышали которая раскручена само слово не соответствует ведическим представлениям о понятии карм вообще не соответствует то есть это настолько перевранное или перерванное еще как угодно если вы чуть-чуть хотя бы поизучаете откуда исходят корни а там кстати есть дхарма изначально и карма не понимая одного термина не пойми что там именно об этом и говорится ведическом ведическом учении назовем так или знаниях это не не то что вами движет это то что вы создаете как набор собственных желаний которые потом воплощаете точка и так если вы ловушку о том что будет в конце убрали вы переходите к пункту номер два и вы понимаете что вас интересует только что я изучаю сейчас и что если вы сейчас сидите излучаете он не он к вам придет манипулятор если вы излучаете я хочу стабильность то бишь дожить потом до глубокой старости приковать понадежнее к вам придет какой-то диктатор либо вы сами будете диктатором если вы я хочу доход мне неважно кто это там что это к вам придет пустой звук либо вы будете пустым звуком в жизни этого человека либо он будет вашей пустой пустым звуком если вы излучаете я хочу нежности к вам придет некто кто будет транслировать ощущения родитель хорошо это или плохо это ваше дело если вы хотите радости к вам придет комик человек который будет вас веселить опять же я не хочу говорить что комик это хорошо или плохо просто смотрите это не критерий хорошо плохо я хочу сказать что вы понимаете что вы какие критерии как сказано было ощущение что вам нравится что вы хотите как вы это ощущаете вот на это смотрите нежность радость удовлетворенность и так далее вы в очень короткое время будете видеть соответствие людей которые у вас появляются и следующий момент если вы осознаете кто же вам нужен к примеру если вы у вас умеет богатый нежный друг комик любовник так берите его уж извините сейчас мужчин там видел да безумно богатая нежно ласковая подруга любовница берите то что такое берите излучайте именно вот это ощущение вот это ваше базовое ощущение которым вы опираетесь дальше для того отвечая как это излучать осознайте предыдущие три пункта если вы вот эти пункты что мы сейчас проговаривали осознаете то сейчас вы можете осознать следующее чтобы излучать вот это ощущение нужно отделить понятие желаемое от понятия выстраданное потому что когда вы излучаете страдания вы зарождаете 100 миллиардов триллионов сколько угодно неприжаленных вариантов почему вы еще дальше будете страдать и какие люди будут вас вызывать эти ситуации тут же беру вопрос который написан здесь если с человеком были прекрасные отношения потом его занесло в другое сейчас он не продолжает и там не может прекратить из-за финансового вопроса я не совсем понял чем сейчас чем сейчас идет речь я сейчас хочу сказать что если вы фокусируетесь на выстрадан выстраданном чуть не сказал выстраданным извините не это кто-то навеял так вот именно вот эти отношения которые выстраданные или вы да человек берет и носит этим всем показывает смотрите какие у меня анализы посмотрите 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 какие у меня анализы то на хрена нам ваши анализы о чем то что ты сейчас излучаешь ты ходишь с этими анализами постоянно излучаешь 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 убери все думай о том что ты хочешь что ты излучаешь в этом разница думать о выстраданном и думать о желаемом и очень большая разница носиться со своими вот этими прошлыми событиями исправлять их и повторюсь я вначале говорил я перед этим вебинаром решил посмотреть что в интернете присутствует виде там этих курсов то это какой-то кошмар извините да глянец то есть люди берут картинки из глянца и как в одном я видел первый пункт мы там первая ступень нашего курса разбираем что мы там вы выстрадали и исправляем вот это все и вывод будете исправлять иду боже мой это люди будут неделю сидеть платить деньги сидеть там какие-то цены дурные извините да неважно я не буду не осуждаю ради бога кто хочет как угодно куда деньги это вообще ваше и так я другом человек неделю будет сидеть и вот это держать себе в голове в надежде что потом что-то у него случится ну ладно я понимаю что там психологи они все-таки не переводят акценты зафига неделю на это тратить вообще целую ладно не неделю вообще зачем на это пять минут даже тратить вы все вы не застанавливать и вот вытянутой руки, двух знакомств и не дальше. Этот человек активируется под ваши потребности и начинает двигаться к вам, пока вы излучаете, что вы желаете. Переходите в вот эти выстраданные отношения, вы его в этот момент разворачиваете. Представляете, когда человек берет телефон, набирает номер и в этот момент промахивает с цифрой ваш человек. И сейчас, ошибаясь номером, он вас начинает набирать. В этот момент, это вы излучали любовь, и вы его заставили вот это сделать. В этот момент вы начинаете думать про выстраданное. Он такой, а нет, не тот номер. Отбил и отложил телефон. Вы даже никогда не узнаете, что такая ситуация была. Это отсекает. Вот это. Дальше. Практичный вопрос. Излучать ощущение на комика, получать удовольствие от веселья или вести себя как комик? Естественно, не вести себя. Мы не глянцевые курсы. Мы говорим о вибрациях. Естественно, вы излучаете базовое ощущение, что вам нравится состояние радости. Вы хотите видеть людей, улыбаться. Вы внутри представляете, как... Я с кем-то сижу, всегда улыбаюсь. У меня улыбка внутренняя. То есть, вы в принципе, если будете думать об этом, вы будете там, грубо говоря, вы лежите и представляете, вы будете просто улыбаться. Да. Вы вот это активируете в другом человеке, который... Вот этот аспект я еще тоже хочу выделить. Ваше намерение быть богатым помогает вашему партнеру разбогатеть. Именно вам быть богатым или богатой. В чем разница? Одно дело, когда кто-то говорит о том, что нужно выйти замуж за богатым. Ну, это известная тема, да? Или там удачно жениться. Опять... Ну, это удачно, опять-таки. Потому что та же самая тема. На самом деле, то есть... И дальше, чья экологика, как идет? Нужно идти в место, где богатые вводятся. Ну, это на курсах, кстати, вам прошьют. Да? Где богатые вводятся, как нужно перед ними ходить, там, задницы вилять, и так далее, и тому подобное. Потом вас, в принципе, поиспользуют и выкинут как тряпку. Это как в 99% случаев. Один процент что-то по-другому. Как недавно видел, опять же, что же момент, что как барышня рассказывала, как она вышла замуж, потом сказала, ну, за богатого. Ну, там, бывший муж. Ну, да, конечно. То есть, два дня побыла, она замужем. Если вы ориентируетесь за богатого, у вас есть список критерий, он, не он. Вы на все кнопки ошибочные нажимаете. Вот, прямо давите. Я хочу по голове получить. Если вы хотите самостоятельно быть богатым, не в смысле лично зарабатывать, а в моем будущем, я там, яхты, не знаю, черная икра, шампанское, к вам такой человек или уже богатый придет, или прямо сейчас к вашему человеку уже идет какой-то крупный бизнес, какие-то у него успехи. И он уже, он сейчас ничего для этого не делал, он, блин, в форт такой пошел, что же мне вот тут-то поперло. И вы в этот момент, допустим, знакомитесь с человеком, с таким, с вашим, у вас есть критерий, я хочу жить в обеспечении, вы знакомитесь, вы говорите, это кто? Он говорит, я там официант, например, да? Я говорю, официант, не он. И в этот момент времени вы даже не понимаете, что вот именно сегодня ему дедушка, дядя, тетя там миллиард состояний оставил. Вы разворачиваетесь и уходите. Вот эти события постоянно происходят, люди сами себя отсекают от буквально денег, ориентируясь на он, не он, мне нужен только вот богатый. Я повторюсь, что я не утверждаю, что нужно выходить замуж за, не знаю, там дворника со стажем, там 50 лет подметания улиц и верить, что он наконец-то директором там станет мясокомбинатом. Я говорю о том, что любой человек, точнее так, изначально ваше базовое состояние, я, именно я с моим партнером, мужем, женой буду жить в таких-то, или там, такое у меня будущее, вот оно и активирует то, что вам надо. Вот это принцип активации. И вы, да, вот я же говорю, увидел какой-то, а, морячок какой-то на фотографии, вы даже не догадаетесь, что на фотографии владелец яхты. Да, он с морячком сфотографировался. Вы никогда, вам не будет, из-за вашего критерия он-не он, вы не увидите, что он владелец, даже если он прямо сегодня. Ваш, вот эти вот он-не он, это такая шора, которая закрывает. Теперь. Как сделать мужа богатым и так далее. Дело в том, что вы про себя думаете, и ваш муж получает, кстати, примеров тому масса, ваш муж получает потенциальные возможности. Потому что, если в отношении тех же денег, если думать про недостаток, ой, я боюсь, я выйду замуж за официанта, и всю жизнь буду, боитесь не выходить. Но, либо вы уже сориентированы, что вы в любом случае, я уделяю фокус внимания тому, что я буду жить в изобилии, всегда ваш морячок, ваш официант потенциально превратиться в, назовем так, если не миллиардера, то обеспеченного человека. Потому что ваш потенциал включен. Если этот человек будет излучать нечто обратное, вы это почувствуете, и вас от него отвернет, так или иначе. Почему муж не дарит подарки? Потому что вы не излучаете состояние. Ну, вообще, если вам нужны подарки, конечно, я... Почему муж не дарит подарки? Не знаю. У меня у жены золотая карточка, она покупает, что хочет. Может ей нравятся подарки, он молчит, да. Не, нравится, я знаю, конечно. Это немножко другая тема, да, взаимоотношения. Подарок, дарок. Что излучаете, то и получаете. Поэтому, ключ не в том, что вы формулируете. А в том, что вы ощущаете. Закон притяжения глух. Он этого не слышит. Он не слышит понятия подарок, не подарок. Он не слышит понятия богатства, не богатства. Он слышит вот это вот, то, что вам нравится, качественное состояние. А это то, что вам, скажем так, не устраивает. вот поэтому и к вам все притягивается. Не пытаясь, не пытаясь формулировать четко пункты, критерии, там, и потом их отслеживать. Вот ваш критерий. Прямо сейчас мне нравится, либо не нравится. Теперь осознание опять ноль, которое поймут только люди, что называется, которые уже сейчас в пятимерной реальности находятся. Среди нас достаточно много. И теперь я подчеркиваю, ваш возраст, ваше тело, ваши странности, ваш доход, ваше прошлое, ваши наклонности. Список можно продолжить. Все, что вы используете, как повод, почему вы не можете получить желаемого человека, это повод удрать от любви. Вы можете использовать этот повод, чтобы просто не получать. Как только вы рассказываете, как только вы опираетесь на это, как только вы вот но вот у меня вот это, вы на самом деле, давайте не вы, а она или он противоречит закону притяжения. Закон притяжения очень просто. Если вы испытываете желание, допустим, хотите замуж или партнера жениться, в конце концов, если вы гомосексуалист, партнер, пускай будет, мне честно, все равно. Если вы испытываете точно желание, именно вы знаете, что вы хотите, что вы желаете, это означает, что оно не в воздухе висит, оно соответствует не ваше желание, а человек вам посылает это состояние. значит, если вы испытываете желание, значит, уже признак того, что это есть. Дальше, между тем, что это есть, то есть он или она, да, и вы, вы посередине ставите идею, сколько вам лет, какие у вас наклонности, странности, пошлости, извращенности, вот все вот эти поводы, то есть, поэтому, если вы начинаете фразу, допустим, женщина, я хочу замуж, но мне, вот это ваши барьеры, которые, вот, собственно, способ, как вы сматываетесь, просто, тут нарисован, да, мужик убегающий, да, ну, в том случае, невеста убегающая, нужно на этом говорить, то есть, либо, знаете, вариант, вы просто, извините, подсрачник даете этому, своему жениху, вот этими, каждая ваше, но мне там, вы, сиди отсюда, я хочу любить, но у меня ребенок, он же, кто же меня возьмет, это значит, вы кого-то, ну, или только что, понимаете, никаких но, вообще нет но, в законе притяжения нету но, есть только принцип включения, да, 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 вы излучаете, да, да, все, там, ну, вот нету закона, препятствия получения желаемого, нету антизакона притяжения, даже сам, потом, позже я как-то расскажу, как это все работает, настолько это просто, но в данном случае даже не нужно знать, как это работает, достаточно знать, что это только так и есть, вы это пробуете, вы это испытываете, вам ничего напрягать не надо, вы это просто получаете. как в семье развить отношения в семье, собственно, я не знаю, что такое развить, но принцип тот же самый, излучаете любовь к своему партнеру, к своей семье, если вы не можете этого делать, значит, с вами лично что-то не так, не с ним, или не с ней, значит, что-то вы где-то пропустили в консерватории. Здесь идея же не в том, что, знаете, он козел, я буду его любить, нет, либо вы любите или конкретно кого-то, или абстрактно кого-то, ну, я имею в виду, семья там, и вы это можете посылать, усиливать, усиливать, и тогда человек будет к вам разворачиваться так же, и он будет вам встречно усиливать, вы тогда взаимно больше усиливаете, это удваивается, учетверается, это все накрывает полностью, вы всегда в этом внутри находитесь. Вот ваше семейное отношение, которое существует, и вы легко с этим можете жить. Либо вы исправляете, что у него там надо подкрутить. И ваше вот это подкручивание на самом деле отражается это, и вам в голову что-то подкручивает. И вы говорите, я вот с утра встал в хорошем настроении, но это скотина мне там в голову. На самом деле у вас это взаимное такое. Потому что отражается. Хорошо. Как прекратить отношения, что излучать? Прекратить в сторону излучать. Это мне не важно, я вот туда. Все, те отношения будут закрываться, вы просто об этом, если вы об этом не думаете и смотрите, что вам надо, это само собой затихает. любое ковыряние, как у нас было хорошо, как у нас там это, это как раз активирует по кругу одно и то же. Так, теперь, я на вот эту вот тему хочу привести пример письмо, которое мне написали. Многие испугались, потому что многие пишут письмо. Письма. Вот, мне пишут вот из, я там замазал, да, из того, что могу прочитать, там, то ли дорогой ли, то ли, ну, в общем, короче, обращение. И потом список выстраданного. В конце списка 16 вопросов, как что поменять, не так, как что неправильно было сделано. Если вы начинаете со списка выстраданного, я не говорю, там, мне вопросы, а вообще, вот, отношения, контакт с кем-то, подруге звоните, другу рассказываете, кому-то пишите. Если вы со списка выстраданного называете, с этой вибрацией перейти на вибрации, что вы желаете, очень тяжело. Понимаете? Если вы начинаете со списка желая ему вибрацией, угу, но не выстраданного угу, у вас к концу списка уже пойдет поток соответствующих идей, мыслей, сигналов, примеров соответствующих жизненных. Это настолько просто, понятно и реально, что на самом деле, смотрите, я здесь не рассказываю такие вещи, которые гипотетически где-то там оно было, и вот на примере это лобовое прямое знание, которое вы в лоб прямо можете применить через 5 минут. Использовать его прямо через 5 минут, увидеть результаты, ну не через 5 минут, а не знаю, через 5 часов, то есть вот вот это так работает. Никаких там не знаю, 10 лет практики для того, чтобы достичь каких-то там высот невиданных. В лоб делаете, в лоб получаете. Практически мгновенная реализация через Вселенную всех аспектов. Мне непонятно как изучать любовь, я не буду сейчас повторяться, слишком много говорю. В конце концов, можете вебинар посмотреть. Не потому, что я не хочу, потому что мне что еще рассказать, чтобы не повторять. Я не люблю повторяться на вебинарах. Так, что у нас? Как поменять сценарий души? Разберите, что такое душа досконально. Я вам гарантирую, вы сразу поймете, что дальше все очень просто. Только вы поймете, что с душой не то же, что вы просто где-то почитали, что это такая светящаяся субстанция. Разберите для себя, это очень просто. Хорошо. Исходите, я есть, кто я, все дальше открывается. Кто я, есть ответ, все вопросы с душой на раз-два. Итак, теперь у меня еще интересные темы, я надеюсь. Но это такая насущная, которую несколько раз недавно я услышал, хотел ее затронуть. Было все хорошо, и тут он, она ушло. Ну, очень близко к этому хочу конкретного человека. Вот капец, люблю именно его, и все, никого другого знать, не знать, в общем, все, только его. То есть, обычно мне говорят так, у меня вибрации во, я там в общем в общем в общем в общем в общем там любовь, морковь, все, а потом он ушел. А я вообще как это, как это он ушел, я же, мой же, там жж, мой же, там уже фактически ух, знаете что, если вы уверены, что у вас было все чики-пики, или чики-пуки правильно по-русски, я не знаю, пукать или чикать правильно, но если вы в этом уж совсем уверены, я вас не буду убеждать и говорить тем более, что вы должны копать, где неправильно, что, раз это уже произошло, точка, то добро пожаловать в понятие квантового скачка. Иными словами, чем сильнее ваше страдание сейчас по поводу, назовем так, несчастной любви, тем больше у вас вероятности прямо сейчас получить идеальные отношения, если хотите вторую половинку. Если хотите, я термин не буду наставить, просто хотя бы для себя вам это ближе, близнецовую душу, родную душу. Прямо сейчас ваше желание встретить своего идеального партнера максимально близко. Просто максимально близко. Ваша боль по поводу утраты какого-то, в данном случае, разлуки с кто-то ушел, по поводу смерти я раньше рассказывал. Так вот, если у вас кто-то от вас ушел, вас кинул и так далее, значит, у вас сейчас максимально, у вас квантовый скачок, у вас джекпот в кармане. И теперь у вас есть вариант, либо вы будете сориентированы забрать деньги, либо таки будете ходить с билетом в кармане и всем рассказывать, как вас кинул тренинг и киоск. Теперь, я, дело в том, что должен объяснить, что такое квантовый скачок, я, этот термин используют как угодно, но не так, каким он есть. Дело в том, что квантовый скачок это ядро связано с квантом, ядро атома, у него электроны летают, и электрон в какой-то момент меняет орбиту. Изменения орбиты происходят мгновенно, вне времени, кстати, вне времени, и вдруг другая орбита, вообще другая. И вот это и есть квантовый скачок. Квантовые скачки, сколько бы вы не слушали идеи о том, что медитация на квантовый скачок, квантовые, то есть вы типа полежите расслаблено и спрыгнули квантовым. Да нет, вас порвет просто в клочья. Потому что вы на другой орбите. Что такое другая орбита? Это значит, что резкая смена насиженных вибраций в сторону того, что вы действительно желали. Это резко. То есть вы могли накапливать вот эти желания, не осознавать, потом получили под зад, вылетели на новую орбиту и пытаетесь вернуться на старую, не понимая, что с вами произошло. Чтобы это в кадровом контексте было понятно, скажу, допустим, Ванга, была барышня, ее шандарахнуло молнией, она ослепла и стала ясновидящей. В сценарии для Ванги ее ясновидение было изначально заложен. Только предполагалось, что она будет развивать собственное сознание. Тогда она и зрение сохранила бы и было бы ясновидящее. То есть пупчик развивался, развивался, Но когда она этот сценарий не запустила, у нее уже была потребность быть вот это ясновидящее, то есть это было ее базовое намерение. она себе создала молнию в голову и одно закрыло, другое открыло. Вот эти все резкие удары всегда. Теперь, если вы в отношениях вас постигла короче какой-то урод или вас бросил, знаете, что вы накладывали. Нет, если вас бросил, это дело десятое. Если вы чувствуете боль, вот тогда это точно квантовый скачок. Сто процентов. Если у вас квантовый скачок, не пишите мне или кому-то вот эти вот письма, почему, что вы выстрадали. Сфокусируйтесь на том, что вы реально желаете. И вы в кратчайшее, потому что у вас джекпот, в кратчайшее время вы получите отношения с идеальным человеком для вас, идеальным, который вписывается в критерии, назовем так, вот эти. Он вам и дети, родители, он вам и воспитатель, ученик, он вам и удушевитель, сохранитель, и вам ваш сотворец. То есть вот это ваш квантовый скачок. То есть вы получаете все в одном флаконе, если вы сфокусированы на вибрациях, которые вы хотите излучать на получении, если вы это понимаете. Теперь, причем я здесь не опять же не какие-то вам сейчас пересказываю истории, это простая функция закона притяжения, которая работает по всей природе. Так, Меня просили по поводу прокомментировать какие-то интересные идеи, что мужчина должен наполнять, или женщина мужчину наполнять, что он там, я, честно говоря, забыл уже, неделю назад спрашивали, я так посмеялся немножко и забыл, что кто-то кого-то должен заряжать чем-то, чтобы тот реализовался, а если он его не зарядит, то они не туда. В общем, вот это переливание. Так вот, хорошо, секундочку, я сейчас к этому вернусь, я вижу пару моментов, у кого нет боли, у всех какая-то боли, у всех джекпот. Смотрите, есть ли ваши отношения повторюсь, это я рассказывал про ситуацию, когда кто-то ушел, человек сильно переживает. Если отношения иссякли, к примеру, и вы тот, кто хочет уйти, почему бы и нет, то естественно, вы еще и не кому-то эту боль не причинили, или там нету боли, вы просто желаете уходить, да, для вас само желание уходить, если у вас есть восприятие, что я хочу получить от отношений, состояние, понимаете, желание есть, представление какое есть, значит, у вас есть тот самый партнер, куда вы можете идти. То есть потенциально он вас будет притягивать, вам даже не обязательно вскакивать, что называется, бежать, вам просто в это больше фокусироваться. повторюсь, в некоторых случаях это меняет и сам брак радикально, если человек изменился, там, не знаю, муж и жена вдруг раз раскрылись, я тебя не узнаю, либо вас просто подтолкнет, и даже возможности появятся, ну, знаете, там, не просто там из семьи уйти, вас просто позовут куда-то в гости съездить. Вы даже об этом не думаете, вы просто позвали, вы приехали, оба сидит оно. Вот. Хорошо. Теперь, да, по поводу наполнения я начал говорить, значит, мне немного эта тема мне далековато, но просто мне кажется настолько нелепо, но я просто хотел, чтобы вы сами для себя ответили. Какой мужчина, какую женщину или наоборот наполняет чем? Чем они наполняют? И зачем вот эти наполнения? Вот я в плане законопритяжения вот этого принципа нету вообще. В плане бытия нету дырки, мужчина, женщина, дырка, и ее надо заливать куда-то что-то. Вы уже, когда в отношения входите, вы уже наполнены вибрациями. Между вами нет никакого пространства, которым нужно наполнять, заполнять. И на самом деле там все веселее, насколько я понимаю, насколько я понимаю, там сама идея, сама идея вот этого дополнения наполнения, она лежит в том, что мужик, бог мужик, и нужно женщин в рамки вписать и наполнять, сиди дома готовь, сковородка твоя, и чтобы она так и думала, чисто такая мужская изначальная идея, сиди не рыпайся, наполняй. в если вы зайдете в состояние мы это делали на вебинаре за пределами да, что там, не помню, за пределами рождения что ли, входили просто я на вебинаре решил это сделать ради интереса, да, насколько группа сможет это сделать, просто люди вот что называется перед кадром и насколько уже по отзывам ну как минимум половина группы позже, которые письма писали у многих это получается я имею ввиду что вы выходите за рамки рождения вы вдруг узнаете, что вы всегда были и мужчиной и женщиной одновременно существует ну как может это почувствовать да, ваша такая часть всякая часть в том всем в бытии нет разделения по полу это с одной стороны с другой стороны когда говорят что для того чтобы кто-то реализовался нужна помощь другого это неправда ваша есть вам дает все чтобы вы лично реализовались точка сколько вы будете влиять на другого зависит только о том насколько вы представляете что вы в гармонии тогда это взаимная гармония взаимно начинает воздействовать от пола это никак не зависит идея сейчас это женские школы ну наверное не знаю наполняет мужчину вся ответственность на ней да ну ладно я просто смотрите я почему затронул тему что мы делали это как пример выход из тела потому что выходите вы увидите блин ну так оно по-другому ну зачем теории да на себе я все время за то что через себя проверьте как это работает банально я рождаюсь прямо сейчас в массе других тел в прошлом в будущем в других жизнях вы делаете то же самое постоянно там такая что мама не горю каша и говорить о том что вот цель этого мужчины реализоваться в этой что он реализует миллион долларов он заработает бог сидит заработает 8 миллион баксов или не заработает ай-яй-яй маша как ты не доработал ой как же мне богу был важен твой миллион долларов ай бабла у меня не было вот вселенную создал но вася мне миллион не заработал теперь у меня вселенная без одного миллиона ну такая логика да я я к чему я не про то что кто-то это неправду сказал я про то что вы на себе проверьте все для себя логику последовательность как это работает они просто взяли сообщили итак у всех есть карма значит кто-то кого-то наполняет вы все дырявые неполноценные значит ну вот это навешанные идеи и находи с этой идеи да а потом ну куда вам с этой идеей идти на следующий курс где эту же идею по-другому разложат ладно в общем меня просто попросили об этом сказать но я не мог не поржать на эту тему ладно теперь да это вы знаете все идея да что она же потом в секс выливается опять же мне про секс тоже просили сказать то есть знаете вот этот бог который так сказать мало того что Вася миллион не заработал так они еще сексом занимаются понимаете это же вообще ужас какой да это столько настолько страшные вещи делаются вообще в мире да я его создал а они значит что трахают не люди непонятно что это теперь о сексе давайте поговорим о сексе вот этот момент смотрите кто-то остался или я сам с собой разговариваю о сексе не буду сам с собой разговаривать а трахе есть людей значит немножко такая никому все все проблемы с сексом связанные у кого-то лично я имею ввиду в отношении связанные с тем что саму идею перевернули с ног на голову смотрите ваше или чьё-то неважно допустим ваше сексуальное животное влечение к какому-то объекту пускай даже к объекту мужчина женщина неважно это самое божественное что есть у вас потому что это создано помимо вашей воли прямо из вас что называется божественное влечение к сексу вот самое животное это самое божественное именно создано ну извините за слово божественное повелеваю и всё вот вы сидите и хотите его её да и вам с этим надо как-то жить потому что через вас изливается самое что ни на есть духовное божественное самое высокое что есть потому что она обладает жуткой силой она настолько мощная что вы не сопротивляетесь вот откуда берётся эта сила у этого секса и наоборот человеческая идея о что там моральности там стыде о том сколько на первом свидании можно заниматься сексом или только миньет разрешён вот это всё от людей и вот получается что наоборот вся морально-этическая составляющая которая называется духовной это является дном а то что является реальным сексом является верхом и человечество взяло это перевернуло сказало раз вас влечёт значит вы далеко от бога но я не знаю что может быть дальше от бога чем созданная напрямую и идея того что знаете у животных период есть у них период секс им там пофиг извините за французское слово высокоморальное у меня отношение к этому хвосту или нет я бог сказал вперёд это максимальный контакт я не буду углубляться в энергетические моменты это максимальный контакт с богом человека нету этих периодов ему даны мозги ум по другому немножко работает да он это всё исковеркал но теперь если вы выстроили отношения желаемого и в них и секс заложили то вы получаете и божественное и человеческое на максимуме то есть можно сказать что вот эта способность человека домысливать да добавлять вот как это сказать ну человеческое да оно усиливает расширяет способность божественный канал что он не просто через тебя пробежал прошло а ты внутри этого процесса и дальше начинается тема которая называется ну не то чтобы тантрический секс который вы знаете ну слышали да а тот который изначально был придуман как тантра возникло что если уж ты входишь в этот божественный канал в этого расширения так используй его еще в плюс так вот изначально это и сделано так что вы можете этот ну собственно да сексуальный оргазм это в момент оргазма но этим управлять достаточно сложно поэтому тантра придумала как это все делать чтобы этим управлять это растянуть и не для того чтобы секс растягивать а чтобы контакт съездим усиливать вот смысл тантры который нам был создан изначально вот тема секса которую я в данном вебинаре затронул и что нужно в нем знать опять же если вы уже на определенном этапе умеете или трансформировать эту энергию или вы не ощущаете вне в этой энергии для себя базовую потребность вы используете другие каналы для того чтобы активировать то самое состояние контакта сей то есть я к чему что если на начальном этапе по молодости да бог вас заставляет не так бог вас заставляет трахаться чтобы вы научились ощущать что такое контакт сей есть момент оргазма а не просто потому что трахались момент оргазма извините за выражение да я слово оргазм сказал больше не буду так вот и со временем если человек уже люди вышли там не знаю прошло время отношения закончились люди уже научились этому поэтому как бы со временем да потребность именно вот так вот раскрываться не является ключевой вот все я не говорю что оно должно быть так не должно быть так я имею ввиду что вам показано изначально принудительном порядке а дальше уже ваше решение как вы куда двигались и я не буду нырять дальше извините в эту тему если вы хотите это развить больше меньше так то раскрываетесь изнутри и затем партнер будет вынужден раскрыться если вы в данном случае с партнером находитесь так у меня есть еще кажется что-то я какой-то ладно кажется по плану иду безусловная любовь и благодарность может быть заменой сексуальному каналу безусловная любовь это вообще высшее что есть у человека вообще в принципе это на самом деле есть любовь то что условно это вообще не любовь начнем благодарность не равно как вы назвали сексуальному каналу это другие способы общения со своими есть ничто ничего не заменяет вы просто выбираете что вам нравится и все замена как таковая вам широкий спектр дан громадный спектр максимально широкий как хотите так используйте я не говорю про замену про измены пару слов сказать что вам сказать про измены главное чтобы вы себе не изменяли это самое главное все остальное не считается нет на самом деле логика считается не считается измена неизмена посмотрела или посмотрел получил от жены по физиономии потому что на чужую глянулся или как там по другому это выглядит я всегда глядывал смотри молодец иди это в чем если вы счастливы сегодня вы не ошибетесь ни в чем не надо вам мои советы все или мое мнение вам не нужно теперь последнее что я хотел сказать так про бога мы проговорили ага да вот смотрите теперь наконец я хочу сказать следующее что если я показался вам неубедительным что вы все равно лучше меня или там все равно вы правы а я вообще непонятно что рассказываю ради бога если ваш журнал говорит правду ваш космополитен или там кто там какой там женский журнал не знаю ради бога я вас ни в чем не убеждаю все что я хотел сказать смотрите на себя если вы будете смотреть на внешний мир то вам информация из внешнего мира придет своя я допустим вот на закуску хотел сказать я смотрю на информацию из внешнего мира о том что ученые доказали вредно полезно это меня вообще развлекает и мне обычно попадаются статьи как полезен алкоголь сегодня попалось уже доказали что те кто бросил пить там им совсем тяжело а вот про статья про курение не про кофе алкоголь что люди которые курят и пьют дольше живут и вот не я сейчас не про это я про то что внешний мир что что мне лично показал вот статья причем она до сих пор есть на портале хотите потом сброшу ссылку смотрите что я выделил я вам сейчас покажу зачитаю ученые ученые отметили что больше 40% испытуемых старше 909 лет страдали деменцией не знаю что такое деменция и другими когнитивными нарушениями так вот в моей реальности я этому нахожу постоянно подтверждение существует информация то что 40% испытуемых старше 909 лет ну те которые бухали и кофе пили у них могут быть там что-то деменция и когнитивные функции когнитивные ты хоть понимаешь ну 40% 60% еще нормально держится и вот теперь я пойду займусь тем что когда мне 909 лет понимаете не 908 а 909 тут же написано я же в науку верю вот она 909 я вам сейчас увеличу повторюсь ой исчезла удрала кто-то сейчас не поверил повторюсь статья реально прямо сейчас она есть на новостном портале и мне она показана как подтверждение что до 908 лет я могу в принципе не ограничить себя ни курением и ни кофеином а там надо подумать так вот пойду сейчас как сказать готовиться к 909 годам деменция слабоуми ну видите вы в курсе а и нет изменить никаких намеков все пока пока Продолжаем.